приветствую коллеги ассалам алейкум мирному вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен нагрузочному тестированию веб-серверов и приложений то есть по сути мы будем тестировать на нагрузку веб-сервера и приложения для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии cisco и linux professional института кандидат технических наук по специальности информационные технологии ну а здесь я представляю университет cdcom где мы помогаем студентам начать эти карьеру айти специалистам повысить свою квалификацию повысить свою экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высоко квалифицированные кадры ну и вот как раз сегодня мы занимаемся повышением вашей квалификации мастер-классы это новый формат обучения основанный на практике леонид байдуин соответственно коллеги я буду все показывать рассказывать демонстрировать ну а ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умения и навыки и вы их сможете продать работодателю как результат у вас повысится заработная плата ну или будет новая работа с более высокой заработной платой ну и вообще жизнь изменится к лучшему поэтому если вы готовы тот начинаем и так традиционно коллеги начнем с чего с теории да давайте начинать теории что было понятно что это такое значит что важно я специально для вас приготовил детальную статью в нашем блоге где прям вот расписал все теорию и как делать как тестировать как строить графики поэтому ссылку на эту статью в нашем блоге вы найдете под этим видео ну или в чате таким образом поехали начнем традиционно с теории значит что мы будем использовать для тестирования для нагрузочного тестирования будем использовать apache bench собственно это утилита которая изначально была придумана для тестирования веб-серверов apache но тем не менее ее можно использовать и для тестирования других серверов и даже приложений что важно то что apache bench с открытым исходным кодом и как результат любой может скачать любой может установить и любой пользователь может этим всем телом пользоваться дальше это программа apache bench запускается в командной строке то есть это консольное приложение что важно то что нету привязки к платформе то есть вы можете apache bench запускать как под линуксом ну или там под маком например а или даже под виндовсом то есть вот вот такая идея но я буду сегодня работать под линуксом там проще ну и вообще понятно как этот линукс работает что важно то что можно тестировать не только http классический а можно тестировать и https можно даже какие-то выполнять сложные тесты где использовать различные типы шифрования то есть можно тоже смотреть как это влияет вот такая вот интересная особенность apache bench итак первый следующий этап это нам нужно установить этот самый apache bench ну что давайте поехали как говорится значит что у меня за линукс давайте быстро по линуксу пробежимся кет етк lsb релиз я буду тестировать собственно тесты выполнять с вот этого линукса это убунда 2004 можете в принципе под любой другой линуксу подобной под маком можете делать или даже подвинуться и так поехали в моей убунте это ставится все просто apat install apache 2 утилз утилз и соответственно дальше все это дело будет у меня установлено значит здесь нажимаем yes до занимает смешных 970 мегабайт эта программа но тем не менее это все здорово и так apache bench установил дальше давайте проверим как она установилась или нет проверяется просто а б минус в большое и соответственно вот мы видим то что apache bench установлен версии 2.3 ну и соответственно вот можно это дело уже выполнять тестирование теперь коллеги самое важное лицензионные соглашение с вами все что я буду дальше вам показывать то вы должны выполнять только на своих ресурсах и на своих серверах вот это очень важный момент то что с помощью утилиты apache bench можно сделать доз и даже дидос атаки поэтому я вас призываю тестировать только свои сервера не нужно тестировать другие сервера и делать доз дидос атаки особенно чужие и особенно совсем чужие и не ваше почему потому что это все уголовно наказуемо а в некоторых странах вас могут подводить надолго например пожизненно поэтому как говорится все что вы дальше будете делать коллеги то пожалуйста выполняйте только на своих серверах и не надо делать кому-то плохо и итак поехали собственно начнем с тестирования значит я буду тестировать наш блог блог да то есть у нас есть блог и мы тоже его тестируем в этом в этом тестируем значит команда выглядит следующим образом ab ab это сокращение от apache bench минус n это количество запросов 100 запросов минус c 10 c это конкурентные запросы то есть сколько максимально запросов может выполняться одновременно понятная идея да то есть в сумме нужно сделать 100 запросов но максимальное количество одновременных запросов 10 вы скажете так это 10 по 10 нет коллеги не 10 по 10 ну в принципе да 10 умножить на 10 будет 100 да но но это не 10 по 10 дело в том что одни запросы могут выполняться более быстро а другие более медленно то есть вот это минус c конкурент это означает что конкурентных то есть одновременно одновременно не более 10 запросов будут выполняться за один промежуток времени и так собственно да что важно в конце должен быть слэш вот почему-то мне так кажется да ну не не знаю что вот запускаем так собственно тест начался начался здесь нужно подождать и вот мы видим первые результаты собственно у меня в терминале шрифт достаточно таки большой чтобы вам было видно но я постараюсь это дело все вот так вот расположить чтобы вам все объяснить и так что мы здесь видим мы видим software сервер софтвое да то есть какое программное обеспечение используется на сервере до коллеги мы используем клауд флору сервер хостнейм блок . задиком ком понятно порт 443 ну так как мы используем и че теперь сдам собственно в адресе было изначально написано вот здесь ответе и че теперь 100 собственно это порт 443 дальше тип шифрования вот он вот он мой тип шифрования вот 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 такой вот кстати есть опции где можно менять этот собственно тип шифрования и соответственно можно тоже тестировать как как шифрование влияет на скорость работы всего этого дела дальше это длина ключа шифрования собственно tls server name здесь имеется ввиду на кого выдан этот сертификат а то есть если ошибка в сертификаты или нету нет ошибок нету все совпадает дальше документ паза это то что мы запрашивали но здесь слэш это значит что мы запрашивали главную страницу документ лэнс это размер вот этой самых данных которые мы собственно запросили конкуренции левелс сколько одновременно запросов ну максимально 10 запросов дальше сколько времени потребовалось для теста 3 секунды сто восемьдесят две миллисекунды дальше сколько запросов всего 100 сколько фейлит реквеста 8 до коллеги оказывается вот на что нужно обращать особенно внимание это на фейлит запросы да то есть они неудачные у нас их конкретно 8 то есть при настройке вашего веб-сервера вы должны вот этот фейлит реквест уменьшить желательно до нуля что важно то что вот эти запросы обратите внимание они лэнгс да то есть они по размеру то есть видать долго сервер отвечал и в конечном этапе это дело все отвалилось поехали дальше значит тотал трансфер и сколько данных было всего полностью да то есть за все эти 100 запросов передано ну вот столько это в байтах дальше сколько html трансфер и значит что здесь имеется дело в том что в самих запросах вы в курсе наверняка там есть заголовки всякие да так вот html трансфер это без заголовка но если вы посмотрите туда здесь есть вот разница в третьем знаке уже появляется разница вот она дальше реквест перреквест с и персекон значит сколько запросов за одну секунду 3143 много это ли мало ну в принципе нормально дальше time perc per request в сколько миллисекунд ушло на один запрос значит на все запросы до триста восемнадцать миллисекунд значит дальше сколько на один запрос уходит значит на значит тридцать один восемьсот двадцать один значит дело в том что вот вы скажете тут триста восемнадцать тут тридцать один в чем разница дело в том что мышь по десять штук их фигачим понятно да то есть триста восемнадцать это вот когда вас пачка да вот а если разделить на десять то один получается тридцать один восемьсот двадцать один ну и сколько данных было получено вот собственно да значит за секунду то есть вот такая скорость передачи моего сервера дальше ну а дальше временные всякие параметры результаты вот этого запроса значит здесь время на соединение процессе инвейтин и всего да значит минимальное время запроса было 33 миллисекунды да то есть сервер достаточно быстро откликается вот в этом и преимущество наверно клауд флора дальше ну а максимальное время было смотрите две целых четыре десятых по сути секунды ну и собственно дальше распределение по 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 времени да то есть как эти запросы распределялись по времени то есть пятьдесят процентов запросов мы обработали за семьдесят шесть миллисекунд это быстро это очень быстро коллеги ну а там последние запросы видите они где-то там в конце последние запросы вот эти восемь наверное они где-то тут вот и отваливались да вот такая вот интересная картина таким образом быстро блок работает до быстро выскажите не совсем быстро быстро но потери тем не менее есть то есть вот таким образом вы это дело все анализируйте значит что важно здесь примеры я вам тоже выложил и детально расписал все вот все что я только же рассказывал да это дело я все расписал причем тут а по времени тоже есть формулы даже как это дело все считается как делается и так дальше значит тут появляются некие термины ну например time taken total read там или вот этот дан особенно непонятно что это такое откуда это взялось это взялось вот с этого вот графика значит есть вот такой вот график коллеги то есть начале начинается dns преобразование дальше установка соединения и вот от установки соединения до до передачи данных уже по протоколу tcp есть вот этот вот считаем считаем это особенно он появляется если у вас там всякие чтпс и да и нужно согласовать алгоритм шифрования и так дальше ну а дальше вас пошел запрос это вот detail по сути ну и вас могут появиться вейты вейты да то есть которые собственно нужно ждать ну и в конце вот да вот откуда этот дан взялся в этих всех формулах пожалуйста посмотрите чтобы вы тоже понимали как это все где там что происходит а чтобы тогда понятно что крутить что улучшать вот такая интересная штука но и здесь это дело тоже все расписано поехали дальше следующий важный момент что я вам хотел бы показать это визуализация данных вот как бы сейчас мы посмотрели да но хотелось бы понять как сервер реагирует на временном промежутке всего этого дела значит для того чтобы визуализировать мы будем использовать опцию минус же мин уже и дальше имя файла куда будут скидываться результаты выполнения вот этого вот теста значит опять таки запускаем по сути то же самое только будут результаты еще скидываться в файл итак давайте посмотрим этот файл out data и смотрим что у нас здесь такого значит здесь есть различные поля значит что здесь за поля значит первое поле это время до время когда этот запрос собственно начался дальше значит стартайм дальше секунды пошли секунды это вот это наверное да значит вот это время в юникс формате в юникс формате в юникс формате вы помните что в линуксе вообще время идет с 1970 года поэтому что вы понимали дальше дальше пошло у нас ситайм д тайм значит что было понятно что такое ситайм еще раз возвращаемся вот к этому да ситайм это установка соединения дальше д тайм это собственно время передачи вот т тайм это суммарное время да то есть 5 плюс 22 будет 27 ну и вейт сколько мы ждали для того чтобы получить те или иные данные ну и собственно вот у меня все это дело как бы вывелось ну а теперь мне нужно это дело все построить значит для того чтобы построить я буду использовать такой инструмент который называется gnu плот но его необходимо установить значит что плохого из этого gnu плота в том что он тянет иксы да то есть у меня как бы линукс серверный вот и значит тут тянется прям много чего вот но тем не менее опять таки я это вам все показываю для визуализации поэтому если ну если вас действительно что-то там тормозит и надо выяснить то тут никуда не деться придется ставить иксы и так соглашаемся будет займет это все дело 1 и 1 гигабайта ну и дальше необходимо ждать пока это дело все установится запускаем gnu плот так что важно коллеги то что мы с вами работаем в консоли и соответственно у нас нету графики поэтому необходимо включить режим чтобы графики строились в ASCII с помощью ASCII American Standard Codes и так как это сделать пишем set терминал терминал и здесь дамы так прекрасно вот собственно режим отображения установился ну а дальше нам необходимо уже будет нарисовать все это дело для рисования используем следующую команду плот дальше имя файла using9 v пробел l значит в это девятая колонка в файле l это построчным и так поехали значит вот такая вот красивый график у меня получился значит ну и теперь становится понятным как идут мои запросы да то есть по сути коллеги по сути 70 запросов вот смотрите выполнились прям очень быстро да то есть меньше чем за 200 миллисекунд вот ну а потом здесь вот началось да то есть вот смотрите какая картина то есть здесь у нас уже появились тормоза и у нас вот здесь вот 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 перевалило за 200 миллисекунд ну и тут какие-то запросы были совсем длинные которые отвалились. Вот такой вот принцип распределения всего этого дела. Вы скажете, это идеальный график? Да, коллеги, это идеальный график. Почему он идеальный? Потому что мы, собственно, используем Cloudflare. Cloudflare это дело все кеширует. И за счет кеширования, дикого кеширования, мы получаем вот такое классное, хорошее быстродействие. Дальше вы скажете, а можно ли показать пример, как оно, если не настроено все, как оно может быть плохо. Да, давайте посмотрим пример. Значит, следующий вариант я хочу показать. Пример это, значит, с тестированием сайта sedicom.com. То есть второй наш сайт. Давайте основной посмотрим. Да, здесь опечатка. Давайте я это дело тоже все сейчас быстренько выполню. Да, здесь пишем exit. И единственный момент, что я здесь исправлю, сделаю www.sedicom.com. Итак, www.sedicom.com. Так, Enter. Так, тестирование запустилось. Вы скажете, о, заметно, что оно дольше. Да, заметно, что оно дольше. Явно дольше. Так, 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 прям совсем дольше. Так, так, вот оно, прекрасно. Да, значит, дольше, да. Значит, failed request 73 failed. Ого, что-то совсем все плохо. Да, ну давайте рисовать, визуализировать все это дело. Значит, запускаем же NeoPlot. И, собственно, включаем режим ASCII. И, собственно, рисуем график. Так, и что мы видим? Вот мы видим, как это дело все произошло. Да, то есть, фактически, вот начальные запросы были, ну, сколько тут, наверное, половина, да. Меньше половины их быстро. Порядка там 700 миллисекунд произошло. Да, потом, потом резко сервер стал занятый. Да, то есть, вот, вот, вот эти вот запросы 60 уже были почти 1,3 секунды, да. Ну, и потом все это дело вообще вот так вот загнулось, да. То есть, вот пример, как, если у вас это дело все не оптимизировано, как это дело все работает. Поэтому, поэтому, что дальше? Дальше нужно брать и крутить, как говорится, веб-сервер, чтобы все это дело было намного лучше. Как крутить? К сожалению, это, это уже не сегодняшнее занятие. Вот, кому интересно, напишите в чат, мне интересно, настройка Highload, быстродействие нагруженности на веб-серверах. Кому интересно, напишите, может, сделаем отдельное занятие. Ну, вот такая вот интересная картина. Поехали дальше. Следующая часть сегодняшнего занятия, что я вам хотел показать, это как тестировать приложение. Значит, приложение, коллеги, веб-приложение, да, они в основном сейчас все приложения. Веб, поэтому тоже это дело все нужно тестировать. Итак, поехали. Значит, первое, что нам необходимо, мы будем использовать приложение, написанное на Python, поэтому нам необходимо установить менеджер пакетов PIP. Итак, apt install Python 3 PIP, да, то есть ставим менеджер пакетов PIP, здесь нажимаем yes, и, собственно, здесь выполняется установка. С помощью PIP устанавливаем веб-фреймворк Bottle. Пишем PIP install Bottle. Так, собственно, здесь у нас сейчас все поставится. Прекрасно. Ну, и теперь, по сути, нам осталось написать наше приложение. Значит, приложение будет, вот я, чтобы долго не тянуть, как говорится, резину. Значит, vimapp.py. Давайте мы сделаем вот такое вот приложение. Значит, from Bottle Import Bottle Run, да, то есть это, ой-ой-ой, значит, еще раз, это мы импортируем нужные нам библиотеки. Дальше, создаем наше приложение, да, объявляем класс, это какой URL должен работать у нас. Дальше, объявляем функцию hello, ну, и, собственно, у нас будет эта функция hello возвращать вот такие вот данные. Значит, обратите внимание, то, что вот здесь вот отступ коллеги, там в блоге нужно комментарий будет вставить, я вставлю в тексте, чтобы вы понимали, да, в Python важны отступы. Ну, а дальше run host 4.0, это значит, что приложение будет работать на любом интерфейсе моего компьютера, моего сервера, ну, и будет прослушиваться порт 8080. Итак, итак, что сделали, так, все прекрасно, прекрасно. Следующий этап, коллеги, я хотел бы уже сюда, давайте сделаем duplicate session, и мы запустим наше приложение. Итак, пишем python app.py, и, собственно, приложение у меня заработало. Здорово, можно попробовать протестировать, как протестировать, давайте http, зайдем на мой сервер, на мое приложение hbb.me, двоеточие 8080. И что я вижу, hello youtubers of cdcom.tv, да, то есть, прекрасно, значит, приложение работает, и это все дело видно. Ну, а теперь осталось дело, как говорится, за малым, давайте мы это дело сейчас все протестируем. протестируем, протестируем, значит, что я сделаю, я скопирую вот этот адрес, чтобы мне было легче. Так, ну, и теперь, теперь, где у меня тут тест был, вот он, да, я вот это дело все вытираю, и, значит, тестируем, значит, тестируем, нажимаем enter. О, вы скажете, две миллисекунды, да, коллеги, вот такое вот приложение, вот какое приложение нужно писать, чтобы все это дело было две миллисекунды. Ну, и дальше мы это дело давайте зарисуем и посмотрим, как же это дело все у меня, значит, красиво выглядит. Итак, вот так это выглядит, значит, максимальное время было две с половиной, да, чуть меньше двух с половиной миллисекунд. Вот, вот где-то три запроса быстро были, да, потом началась очередь, и вот оно, собственно, здесь вот, значит, уже был конец. Вот такой вот красивый график. Ну, собственно, вы можете, кстати, поиграться с параметрами, да, то есть можете увеличить количество одновременных запросов, можете вообще увеличить количество запросов и посмотреть, как это дело вообще все будет работать. Но принцип здесь остается вот такой, да, то есть вот таким образом это дело все работает. Таким образом, коллеги, что мы с вами сегодня сделали? Мы с вами разобрались с утилитой Apache Bench, и я детально показал, как тестировать приложение, как тестировать веб-сервер, и что важно рисовать графики, да, потому что без графика вообще ничего не понятно, что это такое, откуда оно взялось, и что самое главное крутить, да, то есть как это все. Вот, дальше написали простое приложение, и тоже я вам показал, как это дело все тестируется. Вот такой вот принцип этого дела. Коллеги, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие вы используете приложения, какие вы используете утилиты для тестирования веб-серверов, для тестирования веб-приложений, что вы используете, как вы это используете, ну и, собственно, что видно, какой результат всего этого дела, да, то есть что лучше пользоваться. Напишите ваше мнение в комментариях по этому всему делу. Кому видео было полезным, оцените его лайком Также подписывайтесь на наш YouTube канал, где мы будем выкладывать такие вот полезные мастер-классы по вашим заявкам Таким образом, коллеги, если у вас что-то не получается или для вас какая-то тема интересная Вот или вообще что-то интересно посмотреть, то пожалуйста пишите в комментариях И я для вас с удовольствием сделаю мастер-класс и расскажу основные нюансы Как это сделать, что сделать, на что обратить внимание, вот такие вот интересные вещи Ну а для тех, кому интересна тема Linux, сетей, кибербезопасности и программирования То я вас приглашаю к нам на курсы, пожалуйста подавайте заявки, записывайтесь На этих курсах вы сможете систематизировать ваши знания, получить международные сертификаты Ну и что важно, мы помогаем с трудоустройством Собственно коллеги, на этом все, мир дому вашему, салам алейкум Берегите себя, своих близких, несите тяготы друг друга До свидания